На календаре 2016-2017 годы бизнесмен коммерческой организации Светлогорска занимается оптовой и розничной торговлей сельхозпродукцией и ресторанным бизнесом. В Бобруйске в качестве ИП директор компании регистрирует своего знакомого, после чего фиктивный предприниматель передает ему печать, реквизиты и бланки строгой отчетности. Таким образом, данным предпринимателям для бухгалтерского учета были приняты подложные товары транспортные накладные, согласно которым он приобретал товароматериальные ценности по завышенной стоимости. При этом данные ТМЦ фактически им были приобретены у субъектов Российской Федерации по более низким ценам. Реализация данных ТМЦ фактически осуществлялась на территории Российской Федерации за наличный расчет, при этом по документам факта реализации фиксировался, якобы реализация происходила на территории Республики Беларусь. В серую схему раскрывают сотрудники Бобруйского межрайонного отдела управления департамента финансовых расследований. В отношении бизнесмена возбуждают уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере – не менее 120 тысяч рублей. И это еще не все. Он незаконно получил возврат налога на добавленную стоимость из бюджета, который в дальнейшем использовал на нужды предприятия в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. В данной части его действия были квалифицированы по части 3 ст. 424 Уголовного кодекса, как злоупотребление властью или с трудными полномочиями. Бизнесмена осуждают на 5 лет с отбыванием наказания в условиях колонии усиленного режима. А также запретом занимать руководящую должность и вести определенную деятельность сроком на 5 лет. Приговор вступил в законную силу. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск-360.